Руководство по буддизму. Читает Орешков Николай. Глава 3. Три драгоценности. Первое. Что такое три драгоценности? Второе. Внутренняя тройная драгоценность. Третье. Внешняя тройная драгоценность. Четвертое. История жизни про Монкул Тетмуни Сот Чантасару. Общее представление. Первое. Три драгоценности означают три драгоценности, которые включают драгоценность Будды, драгоценность Даммы и драгоценность Сангхи. Есть две категории тройной драгоценности, а именно внутренняя тройная драгоценность и внешняя тройная драгоценность. 2. Внутренняя тройная драгоценность означает три внутренние драгоценности, которые находятся на седьмом основании в центре тела каждого человека. 3. Внутренняя драгоценность Будды означает неочищенную Дамакаю. 4. Внутренняя драгоценность Даммы означает сферу Даммы, которая порождает неочищенную Дамакаю и пребывает в центре Дамакая. Драгоценность внутренней Санхи означает очищенную Дамакаю, которая обитает в центре сферы Даммы, неочищенной Дамакайи. Внутренней тройной драгоценности можно достичь с помощью медитации Виджи Дамакайи, которая требует, чтобы практикующий удерживал свой разум неподвижным и спокойным в седьмом основании в центре своего тела. 3. Внешняя тройная драгоценность – это имя Нимитаки, используемое для обозначения личностей, достигших внутренней тройной драгоценности, включая владыку Будду, учения владыки Будды и учеников владыки Будды или Санху. 4. Прамон Култепмуни Сот Чантасаро, или Наипочтенный Луангпу Ват Пак Нам, был старшим монахом, который усердно практиковал медитацию Виджи Дамакайя, пока не достиг внутренней тройной драгоценности. Луангпу открыл Виджи Дамакайя после того, как она полностью исчезла через 500 лет после достижения владыкой Будды полной нирваны. 3. Три драгоценности 1. Кто такое три драгоценности? Три драгоценности означают три вида драгоценностей, а именно, драгоценность Будды, драгоценность Даммы и драгоценность Санхи. Есть две категории тройной драгоценности, а именно, внешняя тройная драгоценность и внутренняя тройная драгоценность. Обычно люди понимают по тремя драгоценностями владыку Будду, учение владыки Будды, называемое Даммой, и учеников владыки Будды, называемых Сангхой. 2. Другими словами, люди в основном знают только о внешней тройной драгоценности, но факт остается фактом. Существует еще одна категория тройной драгоценности, называемая внутренней тройной драгоценностью, которая обитает в теле каждого человека, независимо от его расы или вероисповедания. Однако, как и внешняя тройная драгоценность, так и внутренняя тройная драгоценность очень важны. Они представляют собой ядро буддизма. Только три драгоценности способны избавить от страдания. Владыка Будда говорит, перед лицом опасности люди склонны искать убежище в горах, лесах, зданиях или деревьях, думая, что они могут помочь им. Но все это не может помочь им положить конец страданиям. Но тот, кто примет прибежище во владыке Будде, Дамме и Санхе, сможет увидеть, благодаря своему сверхъестественному прозрению, достигнутому благодаря практике медитации, Четыре благородные истины, а именно Дука, страдания, Самудая, причина страдания, Нерода, прекращение страдания и Ария от Акамака, благородный восьмеричный путь, ведущий к прекращению страдания. Проникновение в четыре благородные истины силой своего сверхъестественного прозрения ведет к прекращению страдания. Поэтому всякий, кто примет убежище в трех драгоценностях, сможет, в конце концов, прекратить свои страдания. Второе. Внутренняя тройная драгоценность. Что такое внутренняя тройная драгоценность? Внутренняя тройная драгоценность может быть найдена внутри каждого человека. Она включает в себя драгоценность Будды, драгоценность Даммы и драгоценность Санхи. Наипочтенный Луангпу Ват Пакнам описал внутреннюю тройную драгоценность следующим образом. Драгоценность Будды означает Дамакая. Дамакая в свою очередь означает тело, которое ведет к достижению самопросветления. Дамакая существует внутри каждого человеческого существа. Именно Дамакая ведет опытного практикующего медитацию к достижению сверхзнания, связанного с четырьмя благородными истинами, а именно Дука или страдания, Самудая или причина страдания, Нерода или прекращение страдания и Ария от Агамака или благородный восьмеричный путь, ведущий к прекращению страданий. Дамакая выглядит как кристально чистый образ Будды, дополненный тридцатью двумя физическими атрибутами совершенного человека. Он восхитительно безупречен во всех отношениях. Драгоценность Даммы – это сфера Даммы, дающая начало Дамакая или драгоценности Будды и пребывающая в центре тела драгоценности Будды. Ее обязанность – сохранять драгоценность Будды. Драгоценность Даммы выглядит как сфера и также кристально чиста, как Дамакая. Драгоценность Санхи – это очищенная Дамакая, обитающая внутри драгоценности Даммы. Ее долг – сохранить драгоценность Даммы. Дамакая или драгоценность Будды дает начало драгоценности Даммы и драгоценности Санхи. Когда опытный, практикующий медитацию, сможет достичь внутренней драгоценности Будды, он также сможет достичь драгоценности Даммы и драгоценности Санхи соответственно. Причина в том, что эти три драгоценности существуют вместе. Они зависят друг от друга и не могут быть отделены друг от друга. Внутренняя тройная драгоценность – это истинная тройная драгоценность, потому что она порождает внешнюю тройную драгоценность. Внешняя тройная драгоценность может появиться только тогда, когда достигнута внутренняя тройная драгоценность. Поэтому различные имена внешней тройной драгоценности называются именами Нимитаки, потому что они происходят из своих источников следующим образом. Путто означает владыка Будда. Это имя Нимитаки происходит от внутренней драгоценности Будды. Дамо означает Дамму. Это имя Нимитаки происходит от внутренней драгоценности Даммы. Санхо означает Санха. Это имя Нимитаки происходит от драгоценности внутренней Санхи. Есть много имен Нимитаки. Например, по той причине, что разум владыки Будды чист и светел и лишен клеши, загрязнений. Его называют Араханом. Все учения владыки Будды посвящены причине и следствию. Достигнув самопросветления, владыка Будда научил других поступать так же. Поэтому его так же называют Санасамбуту. Имя Нимитаки так же используется в светском мире. Например, пролеву Малику в семье звали Маликой, потому что в то время, когда она родилась, с неба пролился дождь из цветов жасмина. Наипочтенный Луангпух сказал, «Внутренняя тройная драгоценность названа так потому, что она кристально чиста». В книге «Твайамнат», изданной Буддийским университетом Махамакут, составленной прария Кунатоной из Ват Суангкуанг, провинции Конгкэн, описан внешний вид Араханта, который достиг внутренней тройной драгоценности следующим образом. Инсия, чувственные способности Араханты, называются драгоценностью Инсии, потому что его глаза, уши, нос, тело и разум кристально чисты в том смысле, что они чисты, как хрустальная сфера. Он достиг кристального царства. Он видел хрустального Будду, который является Архатом и уже достиг полной нирваны. Внешняя тройная драгоценность включает в себя Владыку Будду, учение Владыки Будды или Даму и учеников Владыки Будды или Сангху. Причина, по которой их называют драгоценностями, заключается в том, что драгоценности – это вещи, которые радуют своих владельцев. Тот, у кого есть бриллианты, радуется тому, что он не бедный человек. Драгоценные камни восхищают всех, кто их видит, независимо от того, являются ли они их владельцами. Наипочтенный Луангпу Ват Пак Нам сказал, Внутренняя тройная драгоценность, которая включает в себя драгоценность Будды, драгоценность Даммы и драгоценность Санхи, является истинной сущностью Буддизма. Это сердцевина Буддизма. Хороший Буддист, будь он домохозяином или буддийским монахом, должен достичь внутренней тройной драгоценности. В противном случае его нельзя назвать истинным Буддистом. Внешняя тройная драгоценность названа так потому, что это имя Неметаки. Ибо настоящая тройная драгоценность – это внутренняя тройная драгоценность, которая существует внутри владыки Будды и внутри каждого члена четырех буддийских общин, а также каждого человека, независимо от его возраста, пола, расы или вероисповедания. Если бы бодхисаттва-принц Сиддхартха не достиг внутренней тройной драгоценности, его бы никогда не назвали Буддой. Точное местонахождение внутренней тройной драгоценности Внутреннюю тройную драгоценность можно найти внутри тела каждого человека на уровне седьмого основания на расстоянии двух пальцев выше пупка в центре тела. Поскольку внутренняя тройная драгоценность состоит из высокоочищенных элементов, она невидимо невооруженным глазом, и ее не обнаружить ни одним прибором, каким бы высокотехнологичным он ни был. Поэтому люди имеют скудное представление о ней. Некоторые утверждают, что ее не существует. Однако внутренняя тройная драгоценность видна высокопрофессиональному практикующему медитацию Маджхимапатипады, называемую Виджадхамакая. Термин Маджхимапатипада имеет два значения, а именно — срединный путь и поведение срединного пути. Срединный путь означает седьмое основание, шириной в два пальца над пупком в центре тела. Поведение срединного пути означает благородный восьмеричный путь. Он включает самадитти или правильные взгляды, саммасанкапа или правильные мысли, самовача или правильная речь, самокаманта или правильные действия, самоотжива или правильные средства к жизни, самоваяма или правильное усилие, саммасати или правильная осознанность, и саммасамадхи или правильное сосредоточение. Внутренняя тройная драгоценность существует в центре тела каждого человека в прошлом, настоящем и будущем. Единственная разница между владыкой Буддой и другими людьми заключается в том, что он первым из людей достиг внутренней тройной драгоценности и обучает этому других. Пачика Будда – это личность, достигшая самопросветления, но никого не обучающая этому. Совершенные ученики владыки Будды – это архаты, которые практиковали учения владыки Будды, пока не смогли достичь внутренней тройной драгоценности. Архатов также называют ану-буддами. Как обрести внутреннюю тройную драгоценность? Чтобы достичь внутренней тройной драгоценности, нужно практиковать Арья Аштанга Маргу или Благородный Восьмеричный Путь. Тот, кто усердно практикует Арья Аштанга Маргу, сможет постепенно очистить свой разум от клеши или загрязнений в формах лобхи или жадности, двеши или гнева, и мохи или заблуждения. Совершенный практик сможет в конечном итоге обрести внутреннюю тройную драгоценность, так что все его загрязнения могут быть погашены. Владыка Будда говорит нам, что суть практики Арья Аштанга Марги — это практика медитации. Вот, монахи, когда вы усердно практикуете медитацию, вы сможете устранить все загрязнения, хотите вы этого или нет. Ибо, практикуя медитацию, вы, по сути, практикуете Арья Аштанга Маргу в терминах Сати Патханы или Самасати. Это изречение Будды указывает на то, что практика медитации является синонимом практики Арья Аштанга Марги или Благородного Восьмеричного Пути. Что такое практика медитации? В Атакате написано, какое естественное состояние практикуется и поддерживается йогом. Это естественное состояние называется Самадибаванна или медитация. Самадди здесь означает Самасамадди или правильное сосредоточение. Можно сказать, что тот, кто практикует Самасамадди, практикует благородный Восьмеричный Путь. Владыка Будда говорит, «Вот, монахи, Самасамадди состоит из Самадити – правильных взглядов, Самасанкапы – правильных мыслей, Самавачи – правильной речи, Самакаманти – правильных действий, Самадживы – правильных средств к жизни, Самаямы – правильного усилия и Самасати – правильной осознанности». Смотрите, монахи, неподвижный и спокойный разум называется Самасамадди и состоит из этих семи компонентов. Это изречение Владыки Будды можно трактовать следующим образом. Первые семь компонентов благородного Восьмеричного Пути порождают Самасамадди. Так что, когда человек практикует Самасамадди, он также автоматически практикует первые семь компонентов Восьмеричного Пути. Чем выше уровень Самасамадди, тем выше уровень Самадити, Самасанкапы, Самавачи, Самакаманты, Самадживы, Самаямы и Самасати. Чем выше уровень Самасамадди человека, тем чище будет его разум. Наипочтенный Луанг Пу Ват Пакнам сказал, что при практике медитации нужно привести свой разум в состояние покоя на седьмом основании в центре своего тела. Человек должен делать это расслабленно и непрерывно, пока его разум не опустится в центр и в центре тела не появится сфера Патамамаги. Это сфера Даммы, которая приведет практикующего к пути и плоду Нирваны. Как только человек достигает сферы Патамамаги, он продолжает удерживать свой разум в состоянии покоя в центре своей сферы Патамамага, расслабленно и непрерывно. Когда все сделано правильно, человек достигает пяти других сфер Даммы, а именно сферы Шиллы, сферы Самади, сферы Панья, сферы Вимути и сферы Вимути Янадасана соответственно. Человек достигнет в общей сложности шести сфер Даммы. Человек должен продолжать удерживать свой разум в состоянии покоя в центре сферы Вимути Янадасаны до тех пор, пока все не будет сделано правильно и не появится очищенное человеческое тело или астральное тело. Следующий шаг подразумевает, чтобы человек продолжал удерживать свой разум неподвижным и спокойным на седьмом основании в центре своего очищенного человеческого тела. Когда все сделано правильно, человек достигает шести сфер Даммы, находящихся в центре его очищенного человеческого тела, а именно сферы Патамамаги, сферы Шиллы, сферы Самади, сферы Панья, сферы Вимути и сферы Вимути Янадасаны соответственно. Человек должен продолжать удерживать свой разум в состоянии покоя, расслаблено и непрерывно в центре сферы Вимути Янадасаны, очищенного человеческого тела до тех пор, пока все не будет сделано правильно и не появится неочищенное небесное тело. Человек продолжает удерживать свой ум неподвижным в центре своего неочищенного небесного тела до тех пор, пока все не будет сделано должным образом, и он не достигнет шести соответствующих сфер Даммы, обитающих в центре неочищенного небесного тела. Когда все сделано правильно, человек достигнет своего очищенного небесного тела и так далее, и так далее, до своей неочищенной формы тела Брахмы. Очищенный формы тела Брахмы Не очищенный ни формы тела Брахмы Очищенный ни формы тела Брахмы Не очищенный готрабу Дамакая Очищенный готрабу Дамакая Не очищенный сотапана Дамакая Очищенный сотапана Дамакая Каждое неочищённое и очищённое тело имеет свои собственные шесть сфер Даммы. Как только человек достиг Дамакая, это означает, что он достиг внутренней тройной драгоценности. Внутренняя тройная драгоценность Будды – это неочищенная Дамакая. Внутренняя тройная драгоценность Даммы – это сфера Даммы, которая порождает неочищенную Дамакаю и обитает в центре неочищенной Дамакая. Драгоценность Сангхи – это очищенная Дамакая, обитающая в центре внутренней драгоценности Даммы. Существует несколько уровней внутренней тройной драгоценности, начиная с Котрабу Дамакая и заканчивая Арахат Дамакая. Практикуя Самасамаде с целью достижения внутренней тройной драгоценности, все, что нужно делать, это удерживать свой разум в неподвижном состоянии на седьмом основании, в центре своего тела, расслабленно и прерывно, как все не придет в норму и не встанет на свои места от соответствующих сфер Даммы к соответствующим неочищенным и очищенным телам вплоть до Дамакая. Достижение различных уровней состояния Арии, от Сотопана Дамакая до Арахат Дамакая, зависит от уровня совершенств или парами практикующего. Если уровень его парами недостаточен для достижения состояния Арии, он сможет достичь Готрабу Дамакая и стать единым с Готрабу Дамакая, кто сделает его личностью Готрабу. Наипочтенный Луангпу Ват Пак Нам настаивал на том, что каждый может достичь Дамакая, если он усердно практикует медитацию Виджа Дамакая. Сфера Патамамага означает вход на путь и плод Нирваны. Термин Патамамага появляется в древнем буддийском писании под названием Молакачая. Но в Трипитаке это называется Даманапусанна Сатипатана или Экаянамага, что означает единственный путь, то есть единственный путь, ведущий к пути и плоду Нирваны. Это означает, что никакой другой путь не может привести к пути и плоду Нирваны. Сфера Патамамага появляется в результате встречи вместе всех восьми компонентов Ария Атагамага или Благородного Восьмеричного Пути. Это сверхъестественное явление называется Магасамаки. Человек, способный вызвать сближение Ария Атагамага, называется Человек, наполненный Магасамаки. Если человек достиг Магасамаки, на уровне Лакутары его называют личностью Ария Магасамаки. Размер сферы Патамамаги каждого человека различается в зависимости от уровня совершенств или парами человека. Он может быть таким же маленьким, как звезда, видимая в небе, или размером с Луну или Солнце, если смотреть с Земли. Сфера Патамамага чиста и ясна, как зеркало. Сфера Шилы, сфера Самады, сфера Панья, сфера Вимути и сфера Вимутина Дасаны имеют тот же размер, что и сфера Патамамаги. Свидетельство Дамакая. Дамакая упоминается в нескольких писаниях, а именно в Трепетаке, Тике, Висудимаге, Вопросах Мелинды, Патамасама Буддикате, в надписях на золотых листах, надписях на каменных табличках и в других буддийских текстах. В писаниях школы Махаяны можно найти большое количество упоминаний, но здесь будут упомянуты только те из них, которые можно найти в писаниях школы Теравады. Владыка Будда сказал в Аганна-сути, что термины Дамакая, Брамакая, Дамабута и Брамабута – это имена, используемые для обращения к Татагате. В Сарапангатэрагате, достопочтенный Сарапангатэра, сказал, что все, что практиковал владыка Випасси Будда, владыка Сики Будда, владыка Весабу Будда, владыка Кокусанда Будда, владыка Коанагамана и владыка Касапа Будда, также практиковал владыка Гаутамма Будда. Все эти семь будд лишены страстных желаний и привязанностей. Они достигли освобождения и переродились в Дамакая. Дамакая позволяет им учить живых существ четырем благородным истинам, а именно Дука, причина Дуки, прекращение Дуки и путь, ведущий к прекращению Дуки. В Пачека Будда Потане написано, что все Пачека Будды обладают великой дамой, обладают большим количеством дамакая, достигли освобождения и положили конец Дуке. В Атасандасакатэрападане достопочтенный Атасандасака сказал, «Владыка Будда учит нас дамакая, которая дает начало каждому драгоценному камню. Кто же тогда может устоять перед верой в него?» В Махападжапатиготамитиреападане Махападжапатиготамитхери сказала, «Всевышний, когда-то я была вам как мать, но теперь вы подобны моему отцу, ибо вы дали мне счастье, рожденное вашим учением. Вы заставили меня возродиться, я заботилась о вас и растил вас, но вы заставили мою дхамакаю вырасти». Свидетельство о дамакая, приведенное выше, имеет три примечательных особенности, которые соответствуют учению достопочтенного Прамонгколтэпмуни Луангпу Ватпакнам следующим образом. Первое. Быть Буддой или Татагатой означает быть единым с дамакая или достичь дамакая. Состояние Будды не означает человеческое тело, но оно означает дамакая. Как сказал достопочтенный Сарабанга Тера, «Все семь Будд произошли в результате достижения дамакая». Или, как сказал владыка Будда, дамакая – это имя Татагаты. Второе. В Сарапанг Терагате написано, что все семь Будд произошли в результате достижения дамакая, поэтому они могли обучать четырем благородным истинам. Луангпу Ватпакнам сказал, что дамакая позволяет Буддхисатве достичь самопросветления и проникнуть в четыре благородные истины, а именно дука, причина дуки, прекращение дуки и путь, ведущий к прекращению дуки – благородный восьмеричный путь. Третье. Дамакая существует внутри тела каждого человека. Она существует внутри тела каждого Будды, каждого пачека Будды, каждого ученика владыки Будды и каждого человека. Все пачека Будды обладают великой дамой, обладают большим количеством дамакая и «но вы заставили мою дамакаю расти». Именно по этим причинам называют Будда-савака, Ану-будда, Сута-будда и Баха-сута-будда. Все эти имена имеют одинаковое значение в том смысле, что они достигли внутреннего Будды или дамакая. Четвертое. Дамакая является источником драгоценных камней, как сказал достопочтенный Атасандасак Терра. Владыка Будда, являющий дамакая, является источником всех драгоценных камней. Согласно наипочтенному Луанг-Пу-Ват-Пак-Нам, под драгоценностями здесь подразумевается три драгоценности или тройная драгоценность, а именно драгоценность Будды, драгоценность даммы и драгоценность санхи. Эти три драгоценности существуют вместе. Сверхъестественная сила дамакая. Дамакая, существующая в теле каждого человека, обладает огромной сверхъестественной силой. Как только человек достиг дамакая, он может совершать такие сверхъестественные подвиги, как вспоминать свои предыдущие существования, читать мысли другого человека, знать будущее, лечить больных, посещать нирвану, посещать царство ада, помогать кому-то выбраться из царства ада и так далее. Но самая важная сверхъестественная сила дамакая – это способность устранить все загрязнения человека. Много было написано о сверхъестественной силе дамакая. Здесь будут приведены примеры наипочтенного Луанг-Пу-Ват-Пак-Нам, достигшего дамакая. Луанг-Пу является первооткрывателем Виджа-Дамакая, которое полностью исчезло через 500 лет после достижения владыкой Будды полной нирваны. Самдет-Па или Самдет-Парария-Вонг-Сакатаяна, Пун-Пунасири, из храма Четупон. 17-й Верховный Патриарх Таиланда писал, Однажды писатель, имеется в виду Сомдет-Парария-Вонг-Сакатаяна, пришел на обед в Ват-Пак-Нам. Много мирян приходило, чтобы подать милостыню монахам и начинающим монахам. Предложив еду монахам, богатый торговец рынка Сампен отдал дань уважения Луанг-Пу-Ват-Пак-Нам и сказал, Луанг-По, придет ли кто-нибудь сегодня в храм, чтобы сделать пожертвование на кельи, используемые для практик медитации. Во времена Луанг-Пу его называли Луанг-По, что означает «почтенный отец». Не менее 20 человек услышали вопрос, и все смотрели на Луанг-По, ждали его ответа. Тогда писатель рассердился на торговца и не мог не забеспокоиться. Писатель наблюдал злу Луанг-Па, но его лицо было светлым и жизнерадостным. Он закрыл глаза на пять минут и сказал «да». Затем сказал «две или три кельи». Он повторил свой ответ. После этого писатель не мог есть, так как был раздражен тем, что торговец поставил Луанг-По на место. Он не должен был спрашивать его прилюдно, а должен был задать вопрос Луанг-По наедине. Писатель также обвинил Луанг-По в том, что он не разрешил ситуацию, сказав что-то вроде того, что он еще не думал об этом. Но ответить «две-три кельи» значило подвергнуть себя риску, и его репутации мог быть нанесен ущерб. Все, что мог сделать писатель, это молиться, чтобы кто-нибудь пришел сделать пожертвование. Но после десерта еще никто не пришел. Писатель продолжал упрекать Луанг-По в том, что он не был более дальновидным. Когда пришло время монахам дать свое благословение, группа мужчин и женщин пришла отдать дань уважения Луанг-По и сказать ему, что они были тронуты и хотят профинансировать строительство двух или трех дополнительных келей, от 300 до 400 бат за ячейку. Луанг-По просто улыбнулся и поманил торговца. Это владельцы трех новых келей. Торговец вскочил и низко поклонился в ноги Луанг-По, говоря «Поистине невероятно». Писатель почувствовал такое облегчение, что его прошиб пот. Писатель подумал, что, возможно, все это было заранее спланировано, поэтому он поговорил с одним из благотворителей. «Вы заранее сказали Луанг-По, что придете сделать пожертвование сегодня», а он сказал «нет». «Случилось так, что я хотел сделать пожертвование после того, как увидел кельи, но боялся, что у меня не хватит денег». «Так получилось, что я наткнулся на друзей, и они тоже подумали, что это хорошая идея. Поэтому вместе у нас достаточно денег, чтобы заплатить за несколько келей». После того, как миряне ушли, писатель побеседовал с Луанг-По наедине, в которой он похвалил Луанг-По за его проницательность. Тем не менее, писатель предупредил его, чтобы в следующий раз он был осторожнее и не отвечал на такой вопрос прилюдно. В противном случае он может рискнуть потерять свою репутацию, если его ответ окажется неправильным. Луанг-По сказал писателю «Ты дурак! Все учения владыки Будды основаны на истине! Да Макая никогда никого не обманывает!» С таким ответом писателю пришлось промолчать. Когда сам дед Па носил монашеский титул «Пратамадилок», Луанг-По предсказал, что однажды он станет верховным патриархом. Тогда в это никто не поверил, потому что были другие, более старшие и более компетентные кандидаты. И все же, в 2515 году, по буддистскому календарю, без 13 лет после кончины Луанг-По, сам дед Па действительно стал верховным патриархом. Именно по этой причине Сом Дед Па отправился отдать дань уважения телу Луанг-По 8 августа в 2515 году по буддистскому календарю. По этому поводу он сказал, «Сегодня я пришел сюда с намерением отдать дань уважения Луанг-По именно по той причине, что то, что он предсказал, теперь сбылось». Это лишь несколько примеров сверхъестественной силы Дамакая. Дополнительную информацию можно найти в книге «История о Луанг-По в Адпакнам, рассказанной Сам Дед Па» и других книгах. Тот, кто серьезно практикует медитацию, пока не достигнет Дамакая, будет обладать сверхъестественной силой. Во времена Луанг-По большое количество людей смогли достичь Дамакая. 3. Внешняя тройная драгоценность Внешняя тройная драгоценность включает в себя владыку Будду, Дамму – его учения, и Сангху – его учеников. Более подробная информация о внешней тройной драгоценности приведена ниже. Владыка Будда А сама Сам Будда Приставка «пра» используется как выражение почтения. Слово «сама» означает «правильно» или «верно». Слово «сам» означает «сам по себе» или «без учителя». Согласно Атакате, слово «будда» имеет несколько значений. Будда означает «проникновение в истину», «пробуждение живых существ», «всеведение», «всевидение», «достижение самопросветления», «радость», «избавление от всех загрязнений». Таким образом, термин «сама Сам Будда» означает «достигший самопросветления». История владыки Гатамы Будды известна уже более 2500 лет. Он родился в семье царя Судоданны и царицы Сирамахамайи из города Капилавасту. Царица Сирамахамая происходила из дома Колия города Девадаха. В конце своей 10-месячной беременности она вернулась на родину, чтобы родить ребенка, как это было принято в те дни. На полпути она решила посетить парк Лумбини. Там у ее начались схватки, и она родила своего маленького сына под берманским деревом Сау. Рождение произошло на 15-й день 6-го числа растущей луны, незадолго до полудня за 80 лет до буддийской эры. Через 5 дней после рождения маленького принца царь Судоданна пригласил 108 ученых-брахманов отобедать во дворце. Из этих 108 брахманов только 8 были экспертами в искусстве предсказания судьбы человека на основе его физических качеств. Также призвали дать имя маленькому принцу. Увидев физические данные маленького принца, семеро брахманов предсказали. То принц может идти двумя путями. Если он останется во дворце, он станет властителем вселенной. Но если он посвятит себя религии, то достигнет самопросветления и станет Буддой. Только самый молодой брахман по имени Конданья предсказал, что маленький принц обязательно примет религиозную жизнь, достигнет самопросветления и станет Буддой. Все 8 брахманов были единодушны в том, что касается имени новорожденного принца, которое было Сидата или Сидарата. Это означает исполнение желания. Когда принцу Сидате было 7 дней от роду, его мать скончалась. Затем маленький принц попал под опеку второй царицы царя Суда Данны, которая также была тетей принца по материнской линии, царица по имени Махападжепати. У принца Сидати был сводный брат по имени принц Нанда и сводная сестра по имени принцесса Рупананда. У него также было несколько двоюродных братьев того же возраста. Среди них был принц Маханама, принц Ануруда, принц Ананда и принц Девадата, сын его тети по отцовской линии, царицы Амиты. Из этих двоюродных братьев только принц Маханама был старше принца Сидати. Когда принцу Сидате было 7 лет, он получил образование у ученых придворных брахманов. Царь Судоданна понял, что у принца необычайно высокий уровень интеллекта и отправил его учиться в школу известного мудреца, учителя Висавамиты. Принц Сидата был сведущ во всех областях искусства, так что в будущем он легко мог занять положение царя и властителя вселенной. Когда принцу Сидате было 16 лет, царь Судоданна устроил женитьбу принца и принцессы Ясудары, или Пимпы, дочерью царя Супабудды и царицы Амиты и сестры принца Девадаты. Позже у пары родился ребенок по имени принц Рахула. Принц Сидата жил необычайно непринужденной и роскошной жизнью. Царь Судоданна делал все возможное, чтобы обеспечить принца всем желаемым, в надежде, что он продолжит жить во дворце и в итоге станет властителем вселенной. Накопленные принцем заслуги и совершенства привели к тому, что он встретился с четырьмя небесными посланниками в образах старика, больного, мертвеца и монаха. Эти посланники напомнили принцу о присущих жизнестраданиях, которые вызвали у него желание найти способ положить конец всем страданиям раз и навсегда. Он знал, что единственный способ сделать это – посвятить себя религии. Однажды ночью, когда принцу Сидате было 29 лет, он решил покинуть дворец на царском коне по имени Контакка, чтобы начать религиозную жизнь. Его сопровождал слуга Чанна. Когда они прибыли на берег реки Анома, принц Сидата поклялся стать монахом и остриг свои волосы. Будучи монахом, принц Сидата отправился учиться у двух йогов по имени Алара и Удака. Он научился у них всему, чему они должны были его научить. Он понял, что то, чему он научился, еще не может привести его к прекращению страданий. Поэтому он решил заняться умершвлением плоти, которое, как считалось в те дни, вело к достижению самопросветления. Практикуя умершвление плоти в полной мере в течение шести долгих лет, он понял, что это не может привести его к достижению самопросветления. Затем он решил практиковать медитацию Маджи Мападипада, Срединный путь. В конце концов, он достиг Дамакая, которое позволило ему проникнуть в четыре благородные истины и уничтожить все загрязнения. В результате он стал владыкой Буддой. Это знаменательное событие произошло на 15-й день 6-го числа растущей луны за 45 лет до буддийской эры. Удивительно, как рождение владыки Будды, достижение самопросветления и достижение полной нирваны пришлось на один и тот же день, 15-й день 6-го числа растущей луны. Этот особенный день называется Висака Пуджа. Это день владыки Будды. Достигнув самопросветления и став владыкой Буддой, владыка Гатама Будда провел остаток своей жизни, обучая истине всех живых существ, людей всех сословий и людей вне кастовой системы. Большое количество людей и небесных существ смогли достичь Дамакая. Большое количество людей провозгласили себя Буддамамаками, приняв прибежище в трех драгоценностях на всю оставшуюся жизнь. Владыка Будда был образцовым учителем, и он точно знал, как учить каждого человека, исходя из его уровня образования, происхождения и его внутренней природы. Владыка Будда провел в общей сложности 45 лет, обучая истине или Дамме, пока его учение не распространилось повсюду. Владыка Будда достиг полной нирваны на пятнадцатый день, шестой растущей луны, когда ему было 18 лет. История жизни владыки Будды хорошо известна. Существует большое количество свидетельств, подтверждающих его существование, включая древнее писание, древние письмена, археологические артефакты, археологические сооружения и другие археологические находки. Прежде чем достичь самопросветления, принц Седата купался в наивысшем комфорте и роскоши. Он был сполна наделен телесными благами, материальными благами и всеми желанными качествами. Он мог легко стать властителем Вселенной, владычествующим над четырьмя человеческими мирами. Что касается телесных благ, то они были самыми возвышенными, поскольку он обладал всеми тридцатью двумя физическими качествами совершенного человека. Каждый Будда прошлого, настоящего и будущего обладает всеми тридцатью двумя физическими качествами совершенного человека. Как максимум, только пять Будд могут появиться в течение Каппы или земной эпохи. Достижение владыкой Будды самопросветления не может быть достигнуто с помощью его разума и интеллекта, какими бы высокими они ни были. Но оно может быть достигнуто только с помощью Баванама Япаньи или сверхъестественного прозрения, полученного посредством медитации срединного пути, когда его разум был в полном покое. Владыка Будда сказал, «Дамма – истина, которую я постиг, глубока, и ее трудно увидеть и проникнуть в нее. Она безмятежна и очищена. Ее нельзя достичь, просто размышляя. Ее можно познать только с помощью Яньны – сверхъестественного прозрения. Яньну или сверхъестественное прозрение можно получить только посредством возвышенных медитативных постижений. Это своего рода Панья или прозрение, называемое Бавана Майя Паньяй. В отличие от Сутаяма Панья или прозрения, полученного в результате слушания, Чинта Майя Панья или прозрения, полученного в результате размышлений». В то время, когда наипочтенный Луангпу Ват Пакнам достиг Дамакая, он сказал, Кампиро Жаянг. Насколько глубока Дамма? Кто когда-либо постигнет ее? Она за пределами мышления. Пока человек мыслит, он не может достичь Дамакая. Чтобы достичь Дамакая, нужно сначала остановить все мысли. Спокойный разум ведет к прекращению всех мыслей. Прекращение всех мыслей приводит к рождению сверхъестественного прозрения. Без прекращения всех мыслей не может произойти рождение сверхъестественного прозрения. Это правда. Вот в чем секрет. Если человек не может полностью остановить свой разум правильным способом, он никогда не сможет достичь Дамакая. Дамма. Учение Владыки Будды. В предыдущем пункте ученик уже узнал, что в отношении внутренней тройной драгоценности внутренняя Дамма означает внутреннюю тройную драгоценность Даммы. Именно сфера Даммы, которая дает начало Дамакая и может быть найдена на седьмом основании в центре тела каждого человека. Что касается внешней тройной драгоценности, Дамма означает учение Владыки Будды, которое вытекает из внутренней тройной драгоценности. Во времена владыки Будды его учение может быть разделено на две части, а именно – дамму и винаю. Прежде чем достичь полной нирваны, владыка Будда сказал – дама, которой я учил, виная, которую я установил, будет вашим учителем после того, как я уйду. Следовательно, термин «дамма» не применяется ко всем изречениям владыки Будды. Он относится ко всем учениям владыки Будды, кроме винаи. Однако, когда этот термин подразумевается как часть трех драгоценностей, тогда он включает в себя все изречения владыки Будды. Термин «виная» означает все заповеди, соблюдаемые монахами и монахинями, начинающими монахами и мирянами. Она включает в себя пять заповедей, восемь заповедей, упасатосилу и т.д. Более точно можно сказать, что дама означает учение владыки Будды, тогда как виная означает заповеди владыки Будды. Следовательно, дама-виная означает учение и заповеди владыки Будды. В начале владыка Будды учил дамме, которая включает в себя четыре благородные истины и т.д. Но виная еще не была установлена. С увеличением числа монахов, которые имели разные происхождения и отличались по своей внутренней природе, некоторые из них вели себя неподобающим образом, особенно в тех ситуациях, что касались чести и выгоды. Их неподобающее поведение вызывало критику со стороны мирян. Каждый случай ненадлежащего поведения побуждал владыку Будду издавать приказ, запрещающий буддистским монахам вести себя неподобающим образом. После того, как владыка Будда достиг полной нирваны, буддисты начали придерживаться дама-винаи. Однако в то время, когда владыка Будда достиг полной нирваны, дама-винаи еще не была зафиксирована письменно, и часть дама-винаи была утеряна. Поэтому совершенным ученикам, арахантам, было необходимо провести сангити. Термин сангити означает репетицию, совместное пение, компиляцию. Это означает общее собрание сангхи для решения вопросов доктрины и утверждения текстописаний. К настоящему времени сангити проводилось несколько раз, но только три из них признаны каждой буддистской школой. К ним относятся первые три сангити, проведенные в Индии. Первое сангити было проведено недалеко от города Раджагир, через три месяца после достижения владыкой Будды полной нирваны. В нем участвовало 500 арахантов. Председательствующим арахантом был достопочтенный Махакасаппа. Он также выступал в роли задающего вопросы. Достопочтенный Упали отвечал на все вопросы, касающиеся Винаи, в то время как достопочтенный Ананда отвечал на все вопросы, касающиеся Даммы. Ответом достопочтенного Ананды всегда предшествовала фраза «Эвами сутан» – «Я слышал так». Это означает, что он слышал это либо от владыки Будды, либо от других арахантов, таких как достопочтенный Сарипутта и так далее. Вторая сангити была проведена в сотом году по буддийскому календарю. Третья сангити была проведена в 236 году по буддийскому календарю в городе Паталипутта в Индии во времена правления Ашоки Великого. Во время третьего сангити вся Дама Виная была разделена на три части, называемые Трипитакой. Трипитака состоит из Виная Питаки, Сутанта Питаки и Абидама Питаки. Слово «питака» означает «корзину», а Трипитака или Три Корзины используются для содержания трех различных категорий учений и заповедей владыки Будды. Заповеди или дисциплинарные предписания владыки Будды содержатся в Виная Питаке. Учения владыки Будды делятся на две категории, а именно Сутанта Питака, которая содержит сутту или поучения по дамме, прочитанные разным людям в разных случаях. И Абидама Питака – такие темы даммы, как Чита, Чита-сика, Рупа, Нирвана и т.д. И Сута, и Абидама являются изречениями владыки Будды, о чем свидетельствуют записи о достопочтенном Дабама Лапуте, который отвечал за организацию жилья для буддийских монахов. Там было написано, монахам, хорошо сведущим в Сутте, предоставляется жилье в одном районе, чтобы они могли вместе повторять сутту. Монахам, хорошо сведущим в Винае, дисциплинарных предписаниях, предоставляется жилье в другом районе, чтобы они могли вместе рассматривать Винаю. Монахам, хорошо сведущим в Абидамме, предоставляется жилье в еще одном районе, чтобы они могли вместе беседовать об Абидамме. Трепетака еще не было записано и передавалось устно. Поэтому было необходимо, чтобы монахи, которые запоминали определенные части Трепетаки, собирались вместе, чтобы повторять то, что они выучили, чтобы убедиться, что они запомнили это правильно. Именно так зародилось воспевание учения владыки Будды. Трепетака хранилась и передавалась в устной традиции, пока не была записана на языке магада, на пальмовых листьях во времена V Сангити, состоявшегося в Шри-Ланке в 433 году по буддистскому календарю во время правления царя Ватага Маниабая. В то время монахи были крайне обеспокоены трудностью запоминания наизусть всей Трепетаки из-за ограниченных возможностей памяти человека. Поэтому V Сангити проводилась с конкретной целью повторения и записи учений владыки Будды. Другое имя, используемое для обозначения языка магада – Пали, что означает «происхождение» или «пример». Словом Пали называли дамбу, окружающую рисовые поля. Ее функция заключается в определении площади каждого рисового поля, служащего для орошения рисовых полей. В буддизме слово Пали используется для определения содержания учения владыки Будды, чтобы к ним нельзя было добавить ничего другого. Следовательно, слово Пали не является названием языка. Название языка называется магада или магади, на котором говорят жители магади. Однако термин «язык Пали» стал использоваться чаще, чем термин «язык магада». По этой причине, говоря о языке, на котором была записана трепетака, его часто называют языком Пали. Обычной практикой буддийских монахов является проведение каждой сангакаммы, важные монашеские ритуалы, с использованием языка Пали. Примеры включают церемонию посвящения и пения. Тайский язык содержит много слов, заимствованных из языка Пали. Слово Будда, Дамма, Санка – это палийские слова, не имеющие аналогов в тайском языке. В то время для записи трепетаки на пальмовых листьях использовались сингальские алфавиты. Позже другие буддийские страны записали трепетаку на пальмовых листьях, используя свои собственные алфавиты. Сегодня трепетаку, записанную с использованием сингальских алфавитов, можно найти в Шри-Ланке, алфавитов Деванагари в Индии, алфавитов Ком, бирманских алфавитов, тайских алфавитов и латинских алфавитов Общества Палийских Текстов Великобритании. Трепетака была впервые записана с помощью тайского алфавита во время правления короля Рамы V между 2431 и 2036 годами по буддийскому календарю. Король приказал скопировать кмерскому трепетаку на пальмовых листьях с использованием тайских алфавитов. Трепетака на тайском языке была впервые отредактирована и издана в 39 томах. Между 2468 и 2473 годами по буддийскому календарю король Рама VII опубликовал первую трепетаку на тайском языке, отредактированную и опубликованную буддийским университетом Махамакут в 45 томах под названием «Сиамрата Трепетака». Некоторое время спустя «Атаката» была переведена на тайский язык в буддийском университете Махамакут и опубликована в качестве приложения «Сиамрата Трепетаке», в результате чего она состоит из 91 тома в том виде, в каком она существует сегодня. В 2539 году по буддийскому календарю впервые была опубликована «Махачула Лонг Кон Раджавидья Лая Трепетака». «Атаката» включает тексты, объясняющие Трепетаку. Она была написана в 956 году по буддийскому календарю. Другие буддийские тексты включают «Тику» и «Анутику». «Тика» включает тексты, объясняющие «Атакату». Она была написана в 1587 году по буддийскому календарю. «Анутика» включает тексты, объясняющие «Тику». «Трепетака», «Атаката», «Тика» и «Анутика» четыре важных текста в буддизме, причем «Трепетака» является наиболее важным, поскольку содержит учения владыки Будды. «Атаката», «Тика» и «Анутика» играют второстепенную роль. Существует также много других буддийских текстов. «Санка» – учение владыки Будды. Термин «санка» является палийским словом и означает буддийского монаха Бику или буддийских монахов «санка». Применительно к буддийским монахам термин «санка» может означать одного буддийского монаха или более четырех буддийских монахов, поскольку слово «санка» означает группу. В «Атакате» написано «санка-ваганава» – это означает группу, команду или сообщество. Слова, используемые для обозначения буддийских монахов или санки, включают пра, бику, прабику-санка, пабаджита, самана. Слово «пра» происходит от палийского «вара», что означает «возвышенный», «превосходный», «чудесный». Слово «бику» – это слово «напали», означающее «видеть опасность цикла прирождений». Слово «бику» происходит от слов «бая», «ика», «ру», «пачая». «Бая» означает «опасность», особенно «опасность в кругу прирождений». «Ика» означает «видеть». Следовательно, «бику» означает «видение опасности в круге прирождений» или «человека», который видит опасность в круге прирождений. Слово «пра» используется перед словом «бику» в качестве приветственного обращения и становится «прабику» для обозначения монаха, который является возвышенным, превосходным или удивительным. Женщина-бику называется «бикуни». Слово «пабаджито» происходит от палийской фразы «пабаджито», что означает «принявши религиозную жизнь». Королевский институт определяет «пабаджито» как буддийского монаха, тогда как монахов других религий называют «тития». Слово «саманна» происходит от палийского слова «саманно», что означает «устранитель папы» или «грехов». Есть две категории «санки», а именно «самати-санка» и «арья-санка». «Самати-санка» означает «санку по договоренности», «соглашению», «утверждению» или «назначению». Эти буддийские монахи были тщательно проверены группой буддийских монахов на предмет их компетентности и были посвящены «упа-самбот» в соответствии с «даммой-винаей». Этот термин используется для обозначения буддийских монахов, которые еще не достигли пути и плода нирваны. Тех, кто достиг пути и плода нирваны, начиная с «сотапаны», называют «арья-санкой». Мирянина, достигшего, например, плода с «сотапаны», также называют «арья-санкой» за его достижение «сотапанна-дамакая». «Ария-санка» также упоминается как «арья-пугалла», «благородная личность» и так далее. «Ария-санка» состоит из четырех пар человек или в восьми категорий человек, в том числе Человек, достигший пути, марги, сотапаны или неочищенный сотапанна-дамакая. Человек, достигший плода, паллы, сотапаны или очищенный сотапанна-дамакая. Человек, достигший пути, сагадаками или неочищенный сагадаками-дамакая. 4. Человек, достигший плода Сагадоками или очищенный Сагадоками Дамакай, человек, достигший пути Анаками или неочищенный Анаками Дамакай, человек, достигший плода Анаками или очищенный Анаками Дамакай, человек, достигший пути Арахатства или неочищенный Арахат Дамакай. Также человек, достигший плода арахатства или очищенный арахат Дамакай. Четыре пары Ариасанки таковы. Первая пара – Сотопатти Мага и Сотопатти Пала. Вторая пара – Сагадаками Мага и Сагадаками Пала. Третья пара – Анаками Мага и Анаками Пала. Четвертая пара – Арахат Мага и Арахат Пала. Владыка Будда сказал аскету Суббаде, «Смотри, Суббада, везде, где не преподаются восемь компонентов Ариамарги, там нельзя найти числа Саманы – один, два, три и четыре. Везде, где преподаются восемь компонентов Ариамарги, там можно найти номера Саманы – один, два, три и четыре. Суббада – это Дама Виная, религия, учит восьми компонентам Ариамарги, поэтому числа Саманы – один, два, три и четыре – можно найти в этой Даме Виная. Все другие Дамы Виная лишены Ариасанки. Суббада – пока существуют эти Ариасанки, мир не будет лишен Арахантов. Атаката далее объясняет, что Саманна номер один – это Сатапанна, Саманна номер два – Тагадаками, Саманна номер три – Анаками, А Саманна под номером четыре – это Арахант. Следовательно, слово Саманна применимо только к Ариасанке. И такие Саманны существуют только в этом Дама Винаяе, то есть в буддизме. Существует ли Ариасанка сегодня? Никто не может сказать наверняка, но несомненно то, что большинство буддийских монахов сегодня – это Самати Санка. Тем не менее, они играют важную роль в увековечивании учения владыки Будды. Можно сказать, что буддизм все еще существует сегодня благодаря этим Самати Санкам. И люди, у которых есть наилучшая возможность продвинуться на уровень Ариасанки – это Самати Санка. Это не значит, что простые обыватели не могут этого сделать. Могут, но очень редко, как они вынуждены нести бремя мирских обязательств. Большое количество буддийских монахов во времена владыки Будды начинали как Самати Санка. Но с помощью учений владыки Будды по даме и серьезной практики медитации, они в конечном итоге продвинулись до уровня Ариасанки. Следовательно, мирянам надлежит поддерживать и обеспечивать Санку, независимо от того, являются ли они Ариасанкой или нет, пока они продолжают практиковать праведность в соответствии с дамой Винаи, а также практикуют медитацию. Они смогут достичь состояния Арии, если не в этой жизни, то в будущей. Важно отметить, что поддержка и обеспечение Самати Санки приносит огромные плоды. Как учил владыка Будда, в будущем будет только Катарабубику, любая милостыня, подносимая Санке будущего, приносит бесчисленные и ни с чем не сравнимые плоды. Катарабубику означает Самати Санка. Некоторым ученикам может показаться, что сегодня буддийские монахи довольно часто подвергаются негативным отзывам в прессе, и это вызывает отторжение поддерживать и обеспечивать буддийских монахов. Следует отметить, что сегодняшние новости акцентируют внимание на негативном, плохом или даже ложном. Кто-то метко выразился, плохие новости выпускают бесплатно, хорошие новости выпускают за деньги. Такие плохие новости напечатаны крупным шрифтом и сопровождаются жуткими фотографиями. На самом деле, новости о политике в наши дни – это сплетни и скандалы. Некоторые из них правдивы, некоторые нет, что, по-видимому, наиболее популярно. Так это негативные слухи о личной жизни определенных знаменитостей, которые в некоторых случаях ставят крест на карьере человека. Молодые люди невольно становятся жертвами таких новостей, поскольку, когда выпускается что-то плохое, это становится только вопросом времени, когда то же самое действие повторит какой-нибудь молодой человек. Все газеты похожи в том, что из всех новостей, напечатанных на первой полосе, 60-80% плохие или негативные новости. В то время, когда генерал Сурают Джуланон был премьер-министром, он заявил средством массовой информации следующее. СМИ – это часть общества. Если они будут заострять внимание, публиковать только плохие или негативные новости, не публикуя ничего полезного или позитивного, общество будет страдать. Он также упомянул замечание, сделанное врачом, доктором Авате Васе на пенсии. Если это плохие новости, они будут напечатаны. Но если это хорошие новости, кто-то должен заплатить за то, чтобы их напечатали. Генерал предупредил СМИ, что они должны быть осведомлены об этом, чтобы помочь обществу. Сегодня в Таиланде насчитывается около 300 тысяч буддийских монахов и начинающих монахов. Неудивительно, что могут быть случаи, когда нарушалась дама Виная. Все-таки в этом мире есть хорошие и плохие люди. Вполне возможно, что какие-то плохие люди вступили в монашество. Во времена владыки Будды несколько буддийских монахов приступили против дама Виная до такой степени, что они больше не могли считаться буддийскими монахами. В то же время, большое количество монахов практиковали учения Будды до такой степени, что смогли достичь состояния Арии. Сегодня существует большое количество монахов, которые практикуют праведность в соответствии с дама Виная. В Адпра Дамакая 100 тысяч монахов по всей стране пришли, чтобы вместе воспевать и практиковать медитацию не один, а несколько раз. Но такие новости никогда не попадали в газеты. Неудивительно, что для широкой общественности праведные монахи кажутся очень отдаленными. Поэтому необходимо, чтобы практикующие буддисты делали все возможное для поддержки буддизма, обеспечивая буддийских монахов и начинающих монахов четырьмя предметами первой необходимости, чтобы они могли изучать и практиковать дама Виная в полной мере. Они также должны рассматривать поведенных монахов как образец подражания для людей. Таким образом, высоконравственные люди вдохновятся на то, чтобы стать монахами и практиковаться. Однако, если кто-то обнаружит, что какой-то монах или начинающий монах ведет себя неподобающим образом, то нужно найти способ исправить ситуацию, а не ждать, пока неподобающее поведение монаха или начинающего монаха попадет на первые полосы газет. Ситуацию можно разрешить, сообщив об этом настоятелю-нарушителя или предоставив ему необходимую информацию, чтобы он мог исправить свое поведение. Если проступок незначителен, и монах или начинающий монах желает исправиться, он может позже стать полноправным членом монашеской общины, вносящим свой вклад. Члены буддийских общин должны помогать друг другу, защищать, сохранять и увековечивать буддизм, чтобы он мог приносить пользу человечеству, благословляя его миром и счастьем как можно дольше. Четвертое. История жизни Промонг-Колтепмуни Сод Чантасаро. Происхождение. Прежнее имя наипочтенного Промонг-Колтепмуни Луангпу Ват Пак Нам Было Ксод Микэуной. Луангпу означает «Почтенный монах-дедушка». Он родился в пятницу шестого дня 11-й убывающей луны года обезьяны, что соответствует 10 декабря 2427 году по буддийскому календарю. Его отца звали Нгэн Микэуной, а мать звали Суджай Микэуной. Они жили в районе Сонгпинон провинции Супанбури. Его отец зарабатывал на жизнь торговли рисом. Детство. Будущий Луангпу Ват Пак Нам получил образование в храме, как и остальные дети в те дни. Лидерские качества и усердия были частью его характера с детства. Он хорошо учился в школе, его обучали на тайском и кмерском языках. Он был способным учеником. После того, как будущий Луангпу Ват Пак Нам закончил школу, он помогал своим родителям в рисовом бизнесе, пока ему не исполнилось около 14 лет, когда его отец скончался. Поскольку он был старшим сыном, его долгом было вести семейное дело и содержать семью вместо отца. Поскольку он был трудолюбивым и умным, семейный рисовый бизнес продолжал расти, пока семья не стало достаточно обеспечены. Желание принять монашество Когда будущему Луангпу Ват Пак Нам было около 19 лет, на него снизошло озарение, что в жизни простого обывателя отсутствует смысл. Тогда он и пожелал постричься в монашество, чтобы положить конец страданиям. Семейные узы не позволяли ему в то время стать монахом, поэтому он зажег несколько благовоний и поклялся «Позволь мне жить, позволь мне стать монахом, и как только я смогу стать монахом, я останусь им на всю оставшуюся жизнь». Он продолжал усердно работать, чтобы накопить достаточно денег, чтобы его мать могла прожить на них всю оставшуюся жизнь, чтобы он мог принять монашество на всю жизнь. Вступление в монашество В июле 2449 года по буддийскому календарю, когда будущему Луангпу Вату Пакнам было 22 года, он был посвящен буддийские монахи в Ват Сонгпинон в районе Сонгпинон в провинции Тупанбури наставником в стопочтенном Ди из Ват Пратусан. Во время церемонии посвящения в Сан Пракрувинья Нюйога Ньян Ида Джото из Ват Сонгпинон выступил в роли праакама Вачачан, а достопочтенный Нуан Индасуланно из Ват Сонгпинон выступил в роли праануса Ваначан. Ему дали палийское духовное имя Чантасаро. Пребывание в монашестве С тех пор, как будущий Луангпу Ват Пакнам стал монахом с целью достижения пути и плода нирваны, он начал изучать винаю или дисциплинарные предписания и научился произносить слова для просьбы о посвящении в течение десяти дней, которые он провел в качестве ожидающего рукоположения. Поэтому он смог практиковать праведность согласно Даме Винае, как только стал буддийским монахом. Будущий Луангпу Ват Пакнам начал практиковать медитацию, а также изучать и исследовать учения владыки Будды, написанные на Пали. Особенно писание Махасатипатаны, которое имело непосредственное отношение к практике медитации. Он также научился практике медитации у разных достопочтенных монахов в разных храмах. Среди них были Прамон Култепмуни Муи, бывший настоятель храма Джакрават, Пракру Санаравати По и Тхрама Ват Прачетупон, достопочтенный Синг из Ват Лакантам и достопочтенный Плеум из Ват Као-Яй. Все они достигли сверхъестественного прозрения и были хорошо сведущи Даме. Это были праведные монахи с большим количеством последователей. Будущий Луангпу Ват Кнам мог учиться всему у каждого монаха-учителя, пока они не попросили его остаться с ними и помочь им обучать других практике медитации. Но Луангпу знал, что то, чему он научился, еще не может привести его к прекращению страданий. Что касается изучения Даммы Париятти, он продолжал изучать ее до тех пор, пока не смог перевести все описания Махасатипатаны на Пали, написанное на пальмовых листьях. С этого момента он посвящал все свое время практики медитации, добавляя к ней то, что он узнал из писания Визуди магги, которое касалось именно практики медитации. Открытие Виджа Дамакая в 2460 году по буддийскому календарю наипочтенный Луангпу Ватпакнам провел 12 лет в монашестве. В то время он проводил Вассу, безликий дождевой пост, Ватпотбон, расположенном в округе Вангку Виан, провинции Нонгпури, чтобы отплатить настоятелю за то, что он предоставил ему для изучения буддийские тексты, помогая ему преподавать даму мирянам. Впереди непоста на 15-й день 10-го месяца пребывающей луны Луангпу осознал, что он еще не может достичь даммы, известной и увиденной владыкой Буддой. Поэтому он решил дать обет, поставив на карту свою жизнь. На этот раз, когда я сяду практиковать медитацию, если я не смогу достичь даммы владыки Будды, я никогда больше не поднимусь. Дав клятву, он умолял владыку Будду. Пусть владыка Будда милостиво поможет мне, дав мне наименьшую и самую легкую из дхам, которых вы достигли. Если мое достижение дхамы нанесет вред вашему учению, тогда не давайте его мне. Но если мое достижение дхамы может принести пользу вашему учению, пожалуйста, дайте мне это. И я буду защитником ваших учений до конца своей жизни. В тот же вечер Луангпу устремился практиковать медитацию, пока наконец полночь не достиг Дамакая. Именно тогда он осознал глубину даммы великого Будды. Это было за пределами визуализации, воображения, мышления или предположений. Если человек все еще представляет, воображает и думает, он никогда не сможет достичь даммы. Чтобы достичь даммы, представления, воображения и размышления должны полностью прекратиться. Прекращение ведет к исчезновению всех мыслей. Исчезновение всех мыслей ведет к сверхъестественному прозрению. Еще позже Луангпу сказал прекращение ключ к успеху. Открытие Виджа Дамакая наипочтенном Луангпу в Адпакнам является величайшим открытием, потому что оно не имеет ничего общего с практикой того, что человек выучил и запомнил. Но это связано со знанием, видением и проникновением в истинную природу, существующую внутри человека путем перемещения разума по срединному пути через центр своего тела. Именно достижение Дамакая посредством практики медитации срединного пути ведет к прекращению страданий. Как только разум опытного практикующего достигает конца срединного пути, коренная причина всех страданий или Келеса Сава загрязнение и ментальное отравление будет устранено. Прекращение страданий или истинное и прочное счастье это то, чего желает каждое существо. Именно по этой причине открытие Луангпу чрезвычайно полезно для человечества. Его достижение Дамакая также подтвердило слова владыки Будды Дамакая это имя Татагаты. Потребовался самый выдающийся человек такой как наипочтенный Луангпу Ватпакнам чтобы открыть Виджи Дамакая ибо он стремился к совершенству в величайшей степени на протяжении всех своих предыдущих жизней. Его совершенство его настойчивость и его усилия привели его в конечном итоге к открытию Виджи Дамакая. Таким образом достижение Луангпу Дамакая в храме Ватпу Адбонг в субрайоне Банг Ку на пятнадцатый день десятого месяца растущей Луны свидетельствует о том факте что Дамакая который является источником счастья чистоты и проникновения в истину существует в центре каждого человеческого существа. Распространение Виджи Дамакая Луангпу хотел найти уединение в лесу или в горах чтобы продолжать практиковать Виджи Дамакая но когда он думал о своих собратьях людях и их великих страданиях он понял что должен обучать Виджи Дамакая как можно больше людей и как можно дольше он сердце и разум великого бодисаттвы получив мантию Катины в конце великого дождевого поста Луангпу решил пойти и обучать Виджи Дамакая в Адпангпла в округе Панглен провинция на Компатом Там три буддийских монаха и четыре мирянина смогли достичь Дамакая после четырех месяцев серьезной практики медитации Виджи Дамакая это было началом распространения Виджи Дамакая позже Луангпу отправился в разные места чтобы учить Виджи Дамакая многие буддисты приходили к нему учиться Виджи Дамакая с удовлетворенными результатами зависящими от уровня прилежности и усердия каждого человека Настоятель храма Пакнам в середине 2461 года по буддистскому календарю когда Луангпу гостил в храме Четупон он был назначен настоятелем храма Ватпакнам полуразрушенного в то время храма В начале Луангпу столкнулся с некоторыми трудностями в управлении храмом потому что проживавшие монахи люди в храме были непокорными Луангпу поощрял монахов и начинающих монахов практиковать праведность согласно Дама Винае он начал серьезно обучать практике медитации монахов начинающих монахов буддистов и буддисток большое количество людей могли получить удовлетворительный результат от своей практики в результате доброе имя Луангпу начало распространяться повсюду наипочтенный Луангпу Ват Пак Нам был старшим монахом обладавшим Париятти знанием Даммы Пати Патти практикой особенно практикой медитации и Пати Веда сверхъестественным прозрением полученным посредством практики медитации он очень помог буддизму особенно своим открытием и распространением Виджи Дамакая он одновременно изучал и обучал Виджи Дамакая до тех пор пока большое количество людей не смогли достичь Дамакая в 2498 году по буддистскому календарю Луангпу созвал собрание всех своих последователей и объявил что через 5 лет он уйдет из жизни он хотел чтобы все помогали распространять Виджи Дамакая в остальном мире потому что Виджи Дамакая это истинная сущность жизни он может помочь человечеству освободиться от страданий круга перерождений а также способствовать миру и счастью во всем мире в 2502 году по буддистскому календарю после кончины Луангпу монахиня-учитель Чандра Конок Юн одна из лучших учениц Луангпу начала свою миссию по распространению Виджи Дамакая по всему миру как повелел Луангпу основав ватпра Дамакая Субтитры создавал DimaTorzok Луангпу